Так, записи пошла, всё отлично. Ой, как непривычно. Точнее, непривычно, неприятно сидеть под этим светом. Так, ещё убрать лишнее со стола. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Пока собираемся. Подключайтесь. Всем большой привет. Там мы стартанём всякие ретрансляции. Пока что. Вот, сегодня у нас МКЛ. Пятница, 7 часов вечера. Как надо. Да, современный, только синяя. Бампер, привет. Пимксим, здравствуй. Кажется, Пимксим писал комментарий. Один из... К новости по рестримам, да? Да, этот вопрос меня тоже острее многих волнует. Аптейл, привет. Так, ну что? Ну что, подождём в любом случае. После МКЛ, я даже не знаю. Наверное, фуфашечку опять поиграем. Компанию пока не особо хочется. Вот. Ну ладно. Сентинел, привет. Там подкопилось за два месяца изменений. Но январь был не таким активным. Потому что кто на праздники... Ильдар, например, только вот из такой длиной в месяц поездки в Омск вернётся. Будем спрашивать по поводу рестримов с него. Сегодня-завтра. Всё ещё в пути. Мне кажется, не хватает какой-то музычки на задний фон. Вот. Но если я поставлю какую-нибудь... А бы какую музыку, то меня наверняка на Ютубе смогут потом заблочить запись. Сегодня много разных тем. Интересных. Самых разнообразных. Наконец-то ачивочки. Наконец-то турниры. Планы на Новый год. Интересная тема с КХЛ. Продолжение. В общем... Всё, как вы любите. Современный даёт ссылка. Видимо, это на какой-нибудь радио. Да, понятно. Я слушал его, но оно... Не всегда. Не всегда. Очень часто попадаются в рекомендациях. Видимо, там контента подобного очень мало. И... И подставляют, кому не лень. В принципе, на Ютубе трансляции по количеству популярных мало. Регулярных. First May говорит. Блин, ГГ всё меняется, меняется. Клыши, моя нет. Но мы пытаемся. Мы, по крайней мере, пытаемся. Потому что... Процесс этот бесконечный. И... Вот. Я там в чёте людей с ГГ встречал? Думаешь, это наша целевая аудитория? Так тебе пора делать что-то подобное. По музыке у тебя подборки отличные. Какую-нибудь графику классную сделать и всё. И вперёд. Запромоутим на старте. Потом в рекомендации попадёшь. Будет хорошо. Мутон Бот говорит, всё ок, я для баланса меняюсь в худшем. Деградируем. Баб Джи удалён. Соколик там играет с XX. Xむ. Xakte! Я сказал XX. И Кот повернулся ко мне. Потому что слишком много свистящих. Очень похоже на Кис-Кис. Кстати, сегодня Жене задарили книгу. Она у меня на столе. Кот на диване. Книга на столе. Эта книга называется «Полное собрание котов». Огромное количество рукотворных, разноплановых котов. Савелью бы понравилось. Самые разные коты. Но при желании, я думаю, ты можешь найти в интернете. Мика, привет! А Соколик тащит? Да, как Соколику не зайду. У него там что-то 5-8 килов. Что-то он какой-то псих. Говорят, что читеров подбанили опять. Мне уже нравится, говорит, современный. Да, я думал, сейчас полистаю. Каратенечко. Там еще короткие стихи на тему с каких-то разных образов котовских. Вот, и прям так заинтересовался. Самые разнообразные образы. Самые разнообразные. Я еще тоже поменяюсь вместе, говорит Мика. Давай, давай. Окей, мама, я буду стримблером, говорит. Ты как, ты это ж... Нагрузка невысокая на аудио какие-нибудь штуки. Придумать интерактив. Ну, не банальный заказ музыки. Может, какие-то подборки. Может, по расписанию дни. С разными... С разными подборочками по жанрам. Вот. Может быть, вкидывать что-нибудь, учитывая то, что стрим не просто музыка, но можно периодически... На начале, например, трека или еще где-то... Подкидывать иллюстрации. Или... Ну, пока... Я на минуту. Матушка звонит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Извините, пожалуйста. Извините. Извините. Все. Освободился. Что там? Что? Кто? Пока звонил, еще один звонок. Ну, ё-моё! Ну, дайте посидеть-то. Денис звонил. Денис звонил. Степашка. Степанюк. Учились вместе в школе в одной. В классе в одном. Два пацана, 20 девчонок. Хорошо. Хорошие были времена. Всем добрый вечер, друзья. Поел, шапку надень. Почему посуду не помыл? Купи хлеба. Нет, там по-другому вопрос. Там ключи поменяли на... Не важно. Приветствую, что нового, спрашивает у Хейтфуи. Вот как раз о новом мы сегодня с вами и поговорим. О том, что было сделано. О том, что будет сделано. Ну, и успеем, я думаю, фуфашечку сейчас сегодня поиграть. Так. Мне только не рефоргит от ГГ. Говорит, да нет, наверное. Не понимаю. Ну, мы дойдем. Короче, друзья. Всем еще раз добрый вечер. Сегодня пятница. Первая пятница месяца. Это значит, что проводим МКЛ. Мы, конечно, не каждый месяц проводим МКЛ. Уже раза два или три были сделаны пропуски по месяцу. И в этот раз в том числе. Потому что январь и конец декабря такие полуживые, так скажем, месяца. Из-за того, что кто-то уезжает, кто-то приезжает. Праздников довольно много. Хотя вроде как мы сильно не праздновали. Тем не менее, выпали рабочие дни. И не хотелось проводить стрим, не знаю, какого-то там третьего января. И показывать то, что там за три недели всего сделано. Разбрейн закрыли? Нет, Разбрейн не закрыли. До турниров тоже сегодня дойдем. Появилось большое количество турниров. Турниры, в том числе и турниры, нифига себе, уже удвоили призовой. Арктон с удвоил. Хорош. Нет, турниров стало больше. Если вы зайдете на страницу турниров, увидите тут и добавленные там с десяток турниров серии Cheese Weekly. Интересный турнир Community Cup, новость о котором есть на главной странице. Ламей, я не помню, это, кажется, от стримера. Турич. Нет, просто вот от Радос я. Вот. Кроме того, Ages of Empire, Лига Легенд, Марафон по Диабле. Но до этого, до всего мы с вами дойдем. Итак. У нас в чате активничает современный. И не зря, потому что сперва речь пойдет об ачивках. Тех самых ачивках, которые мы давно вынашивали, долгое время не стартовали. Вот. Продумывали, как что оно будет. Готовились морально. И современный, собственно, рисует все это безобразие. Ачивки, комнаты и прочее. Наверняка вы уже много раз уже слышали об ачивках, о том, зачем они планируются. Но, тем не менее, для тех, кто в танке, надо бы повторить. Во-первых, изначально, я здесь вот с этого, собственно, стартую, что мы не хотим вводить новые функции, поэтому вводим ачивки. Не-не-не. Ну, потому что ачивки, они решают большое количество задач. Вот. Вообще, этот год, вот который начался, мы бы хотели провести в другом режиме. Не в режиме введения новых функций, а в режиме улучшения текущего функционала. Потому что сами по себе фичи, они, ну, в отрыве от производства, так скажем, никому не нужны. Вот. Поэтому, и чем больше фичей, тем сложнее все это поддерживать, и чтобы оно работало хорошо. Поэтому вместо того, чтобы пилить принципиально какой-то новый функционал и добавлять другие функции к текущим разделам, неважно, короче, заниматься усложнением, мы предстоящий год будем заниматься полировкой. Тем, чем мы занимались два месяца в рефорже. Игра чуть-чуть была не готова к выходу, но мы помогали, как могли. Вот. Если серьезно, да, концентрация будет на улучшении текущего функционала, избавлении от багов, коих скопилось у нас огромное количество. И некоторые, как легоси, тянутся месяцами, некоторые даже годами. Вот. Просто потому, что на них не хватает ресурсов. Забегая вперед, скажу, что мы берем одного, может быть, даже двух дополнительных разработчиков для того, чтобы эту задачу закрыть. Но самое главное, в предстоящем году мы постараемся, мы постараемся не вводить глобально больших разделов и не вводить новых функций. Возможно, будут эксперименты с разными страницами переделки, там, статистика и прочее. Но это уже на текущем функционале сайта. Вот. Но ачивки, это вот прям, ну честно, последнее большое. Ну, очень хотелось их доделать, потому что они решают сразу несколько задач. Две главные задачи, как тут написано. Знакомить пользователей с возможностями сайта, коих накопилось тоже за это время большое количество. И самое главное, поощрять пользователей за полезные действия. Вот. Исходя из этого, была приблизительно составлена еще Виктором система ачивок, как разбивание по категориям, по уровням и, ну, приблизительно формулировка этих самых ачивок. Эта табличка вы, ну, точнее, не табличка, как она называется-то, вы уже наверняка тоже неоднократно видели, если следили за развитием событий. Вот. Но сегодня Савелий, Савелий сдал кое-как. Давайте подключим Савелия. Он расскажет нам об ачивках. Савелий, ты готов? Савелий смущается немножко. Я тоже, я начал смущаться, потому что вспомнил, что Савелий смущается. Майнмэп. Да, именно так. Все. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Чатик. Чатик, да. Добрый вечер, пацаны. Ой, у меня сердника это, сейчас, секунду. Эй! Да-да-да. Ну, во-первых, ачивки — это не единственная вещь, которая новая добавится. У нас там целый блок добавится. Ну, мы дойдем до этого. Да. Так что, мягко сказано, что у нас практически ничего нового не будет. Ну, хорошо. Расскажи про концепцию в двух словах, ачивок. Вот человек там оставил, создал тему на форуме, которая набрала, не знаю, 20 плюсов. И хоп, срабатывает ачивочка. Ну, про механики я не могу ничего сказать. А что не скажешь? Как я там видео придумал. Ну, ладно, тогда я расскажу. Короче, прилетает, соответственно, пользователь уведомления, иллюстрация. Ну, в профиле отображается полученная ачивка. Но вместе с ачивкой он получает еще некий виртуальный предмет. Вот. Этот виртуальный предмет он может поставить в не менее виртуальную комнату. Вот. Таких комнат будет несколько. В зависимости от чего. Тоже не знаешь, наверное, по механике, да? В зависимости от чего будут комнаты меняться. Я чувствую, мы без вики не обойдемся. Комнаты, ты будешь... Комнаты все будешь менять руками. То есть тебе только будут падать предметы, а ставить их уже будешь сам. Ну, у меня будут все комнаты разлочены. Нет, у тебя будут все ачивки разлочены. То есть ты можешь видеть, но взять не можешь. Нужно будет разлочить ачивку, чтобы получить предмет. Изначально у тебя будет вон там синяя полосатая комната. Да, я понимаю. Самая первая. А дальше уже, как ачивки пойдут, такая комната и будет открываться раньше. Соответственно, ачивки сгруппированы по, так скажем, группам, по ролям. Да, по тематикам. По тематикам. Поддержка там все такое. Ё-па-р-э-с-э-т, ну не могу я сейчас. Алло. Да-да-да, продолжай, пожалуйста. Извини, пожалуйста, что отвлекаю. Так. Читайте тему на форуме, пацаны. Там все написано подробно. Да, есть в новости ссылочка на тему на форуме, которую, собственно, савили. Если каратенечка, будет круто. Делаем долго. Эскизов у меня уже 500 листов изрисовано. Идеи дофига ли он. Релизу будет вообще красиво. Мне вот вопрос интересует. Ачивки. Ну, Витя сказал, что нет. Ответ это на вопрос. Но, может быть, у тебя другая мысль. Каким-то макаром образы будут соотноситься с самой ачивкой? Или они... И изначально я думал сделать так, чтобы с ачивкой соотносились образы, но потом в итоге решил отказаться от этой идеи. Потому что слишком напряжно придумывать образы конкретной ачивки, во-первых. А во-вторых, так веселее будет. За что гуся тебе будет давать, например? Не знаю, за что хочешь. За то, что ты Михаил. Он гуся тебе. За что угодно, не знаю. Виктор, наверное, раскидает. Там будет миллион шуточных всяких ачивок. Куда-нибудь пристроим гуся. Гусь не пропадет. Это точно. Там будут сезонные ачивки, которые будут добавляться очень часто. О, это сложнее, это сложнее, да. Ну, до этого еще далеко, конечно. Паша там, как Виктор сказал, делает недовольное лицо, что, говорит, плохой знак. А сложно? Надо же любые сигналы считывать с программистом, потому что они же сроки адекватные никогда не называют. Ну, вот Виктор считывает и передает мне информацию в прямом эфире, как там Паша реагирует на что-то. По изменению профиля что-нибудь расскажешь? Профиль полностью на Викторе. То, что я предлагал, можно посмотреть в той же теме с ачивками. Но, насколько я понял, Виктор там все сделает по-своему, и мне он ничего не рассказывает, не показывает. Кроме вот этого вот скрина, которого ты светишь. Это не скрин, это же сверстанная тема на тестовом середине. Это уже сверстанная? Ничего себе, как быстро. Я такого еще не видел. А хотя нет, подожди, это что же самое. Круто. Ну, там должны быть еще друзья, должны быть, я не знаю, будет ли статистика. Ну, это все не в первой версии, скорее всего. А в активности. Каждая такая новая штука. Да, я уже понял. Хотелось бы, конечно, сразу все. Последние действия, да, сообщения, все дела. В чате спрашивают, попасть в топ-100 стримеров на ГГ. Насколько просто, что даже печально, да. Он попал? Хидденран? Да. Не знаю. Я 700 какой-то, я вообще легко прям получил. Пацаны, стримьте. Я понял, как ты получил. Понятненько. У тебя обжали, да. Хорошо. Когда ты планируешь дорисовать? Потому что нам обещали... В смысле? А вот, к Мартову уже будут все комнаты, как минимум. Все это сколько? Семь. Семь? Семь комнат и куча предметов к ним. Я весь февраль буду ими заниматься. Еще. Плюс еще один рождение будет гейма, и она, наверное, будет уже что-нибудь для чати. Блин. Не забывай. Ай-яй-яй-яй. Да, действительно будет. Будет день рождения. Ну, хорошо, Савель. Работа много. Да, я удивлен, что ты берешь просто и штампуешь, рисуешь. Прям все рисуешь. Гуф. Все рисую. Гуся. Слово плохо. Да, на самом деле, стоит еще, наверное, про комнату рассказать, что туда можно будет ставить предметы, что там 4х4, что будут специальные места. Вы можете ставить полученные предметы куда угодно, и получится у вас такая уникальная комната. Пока, к сожалению, Витя говорит, что нет механики, что можно предмет на предмет ставить. Да, да, да. Но, надеюсь, это они решат как-нибудь с Пашей. Угу. Совет опытного ПМ, уточняй, год. 20-й год. 100% 20-й. 100%. На 1 апреля, говорят, релиз. Я слышал. Ага. Что-то еще на 1 апреля было. А, финал этого Росбрейновского турнира. И тоже там какие-то были идеи по тому, как сделать его ярче. Ну, хорошо, Савелий, спасибо тебе большое. Ты не стримишь процесс создания? Сейчас у меня интернет на облот очень низкий. Я не могу стримить просто тупо. Я на следующей неделе подключу в хорошую и начну постримливать потихоньку. Хорошо. Будем следить. 1 апреля Готика и Коммандос. Возможно, возможно. Ближе к дате будет понятнее. Ну, хорошо. Все вроде бы. Спасибо еще раз. Продолжайте, коллега. Хорошо. Так. То, что показали, это, повторюсь, профиль пользователя, он тоже обновится. Это далеко не финальная версия. Мы до сих пор не знаем, что с галереей делать. Но самое главное, что он тоже будет переработан. И по сравнению с текущей версией, куда мы не заглядывали очень долго, постараемся сделать его без старых ошибок. Но, тем не менее, он все еще синий. Так что нормально. Так. Едем дальше. Турниры. Печальная была картина где-то в середине, в конце января в разделе турнира, потому что там было шаром по кате. И туричей совсем-совсем мало было. Сейчас ситуация поменялась по нескольким причинам. Ну, скорее всего, проснулись люди. Потому что январь пока там праздники, пока там запланируем. И, как вы видите, во-первых, турниры по варикам каждую среду под названием «Гагачи извикли». Один прошел на этой неделе, два дня назад. И прошел, на мой взгляд, неплохо. Несмотря на крайне небольшой пиар, собрал около ста человек. Пользователи увеличили призовой с 5 до 31 тысячи рублей на радость императору. И, собственно, Лайт, который занимается организацией турниров, посоздавал наперед на целый сезон турниров с базовым призовым фондом 5000 рублей. На предстоящий турнир, благодаря Артонсу, призовой уже удвоен. Напомню, что этот турнир проходит в аркадном формате. Сингл-эминейшн, Боадин до самого финала. И все играют на одной карте, о которой узнают в день турнира. Такой формат позволяет очень быстро проводить его. Он максимально непредсказуем, потому что, ну, Боадин может вылететь кто угодно. Даже император может вылететь. Говоря об императоре, сегодня появилась новость противоречивая, но стоит обратить ваше внимание на нее. Это, ой, нифига себе, насколько она противоречивая. Уже 87 комментариев, там такие споры разгорались еще сегодня днем. Короче, товарищ Изард, если я правильно помню, распинается. Очень много статистики привел, там объяснений и прочего. И предлагает провести турнир Community Cup, так называемый, на котором принимать участие могут все игроки, за исключением тех, кто выигрывали один из основных европейских еженедельников. Это делается для того, чтобы было больше шансов у нетопов на этих турнирах. Вот. Я, если честно, скептически относился всегда к идеям Non-Pro, но они всегда собирали больше участников. Я помню в свое время, там, и на CyberFight, и на ProPlay, и на Asus тоже Non-Pro Asus, если вы помните, какую полемику вызывали в сфере. Вот. Но почитайте, посмотрите. Это еще один турнир, который появился, и он стартанет, кажется, когда будет набрано 5000 рублей. То есть, ну, немножко совсем осталось. Вот. Что касается, ну, Pages of Empire, хорошая серия продолжается, Rus.A.O.K. Классная тема. Hell 2. Это уже третий марафон, который организует Mordor. Там призовой на данный момент довольно низкий, ну, по сравнению с двумя прошлыми сезонами. Но, учитывая то, что товарищи все равно любят и играют во второй Hell, это мод к первой Diablo, если пропустили, очень хороший. Вот. Может быть, может быть интересно. Там Desic, опять же, из участников. Trikes прошлые. А, и Redar тоже, конечно же. Ну, в общем, все топы есть. Мод бесплатный, если хотите, попробуйте. Я пару дней назад попробовал за Замбомбардера поиграть. Мне интересны новые механики. Там такой класс интересный, который самыми разными штуками стреляет, элементальными. Вот. Даже грешным делом подумал забуриться и поиграть. Но это маловероятно. Тем не менее, если вы любите первую Diablo и второй Hell, welcome. Есть еще время до 14-го числа пощупать. Да, еще неделя есть для того, чтобы определиться с классом, пощупать, посмотреть. Вот. Я не знаю, когда там следующий ивент будет от Vivi, но он тоже планировал по Лолу проводить турниры, продолжать проводить турниры. Вот. Borbet, это, кажется, от стримера. Dobrox, тоже вы знаете, тоже товарищ стример, организует турниры. В общем, турниров становится больше. Я... А, есть... Нет, пока не забыл. По турнирам Cheese Cup. Я не договорил, к сожалению. То есть пройдет сезон из 12 турниров с базовым призовым фондом по 5 тысяч. После этого будет финал сезона с базовым призовым 30 тысяч рублей. Вот. Может быть, есть такая вероятность. Мы его проведем где-нибудь, учитывая то, что даты более-менее совпадают, на стримфесте. Но это не точно. Это еще... Много нужно согласования и общения. Вот. Мутон говорит, может, в этом году руки дойдут сделать стрим по коху. Ну, у меня. Очень надеюсь. Это не нон-про, это нон-хэппи. Он же все эти турниры выигрывает. Ну, хэппи-про. Правильно? Вот. Короче, я просто информирую. Ребят, я просто информирую. Вы... У вас абсолютная свобода. Турнир создает вообще товарищ Изарт. Ему за это никто не платит. Вы можете поддержать, можете не поддержать. Вы можете зайти и высказать свое мнение. Вы можете принять в нем участие. Вы можете простримить его. То есть... Всякое-то будет полезнее, чем... Вот. Хорошо. Да, и турниры ГГЧ Звикли будут проходить на протяжении года. То есть до конца года эти турниры регулярно каждую среду в 8 часов вечера. Welcome. Все вопросы по, там, стримингу к лайту. Там ограничений на площадке никаких. Приходите, транслируйте. Там наверняка есть какие-то формальные требования. Типа предоставление статистики или еще что-то. Но никаких специальных ограничений. Типа стримьте только на ГГ. Мы, естественно, не делаем для того, чтобы было как можно больше охвата. Вот. Постараемся в ближайшее время к этому турниру подключить еще партнеров. И последнее, что я хотел по этому поводу сказать, это... А, это то, что если все пойдет по плану, следующий турнир появится у вас в лаунчере в батлнетовском. Анонс о нем. Вот. Информацию отправили на согласование. Надеюсь, там все будет хорошо. Спасибо пиар-отделу Близов. Продолжается такая пассивная, но важная работа по изменению турнирного модуля. Забегая вперед, сразу скажу, что, к сожалению, все еще мы не доделали английскую версию турнирного модуля. Там далеко не все так просто, увы. Вот. Лучшие умы работают над этим направлением, но не доделали. Вот. И серия правок продолжается по турнирам. Спасибо нашему замечательному разрабу, который уже на удаленке этим занимается. Но правит. Правит, потому что, повторюсь, турниры это... Это один из наиболее сложных и таких уникальных разделов на сайте. Роба говорит, приду оттранслировать матч Кахелл буквально пару минут. Спасибо, Рорба. Спасибо тебе за 100 рублей. Вот. О Кахелле мы еще поговорим. Там вообще такая... Ох. Ладно. Короче, здесь серия фиксов по турнирному модулю. Теперь призовой фонд, когда турнир закрыт, отображается корректно. Если вы хотите, можете пройти в трейл, там задачки есть. Если закрывается сетка FFA, если бы не запрубленная судьей результатов в раундах, то теперь выводится алерт с вопросом, уверен ли организатор или судья, что он хочет закрыть эту сетку. При создании турнира теперь по умолчанию ставится дата плюс один день к времени создания, чтобы не создавали с датой в прошлом. Матч за третье место в Single Amination теперь можно отключить в настройках при желании. Хорошая штука. Сложная задача с фиксом посева рейтингового. Там двойной посев для сложных турниров. Такие задачи очень сложно вообще предполагать при разработке, потому что... Ну ладно. Потому что турниры бывают многоэтапные, потому что по-хорошему нужно учитывать, насколько я понимаю, изменившийся рейтинг при переходе участников из одной части в другую. В общем, сейчас что-то там сделали и стало лучше. Исправлен баг, при котором некоторым игрокам была выплачена неполная сумма призовых. Да, это в одном турнире у нас была такая проблема. И, насколько я понимаю, мы доначислили. Вот. А, просто B не начислили средства, и после этого, видимо, начали разбираться. Но начислили, хорошо. Исправили. Кажется, что-то я сделал вручную по жалобам игроков. Потом этот баг дошел до разрабов, и я немножко... И они его исправили, еще раз доначислили. Короче, сейчас, слава богу, все нормально. Ну, в любом случае, если у вас какие-то проблемы там возникают, помните, что есть саппорт. Михаил там на саппорте старается... Старается отвечать. Если он не сразу отвечает, то, скорее всего, он отправился за какой-то дополнительной информацией к одному из участников. Ой, да. Дальше будут очень хорошие новости. Потому что с конца прошлого года мы расширили, так скажем, наше взаимодействие с рекламным агентством Dogmatic. То есть мы с ним давно работали по медийной рекламе. Всякие там брендирования, баннеры, прероллы, если не считать сетки. Ну, короче, 90% проходили через них. Вот. И мы в ноябре и в декабре прошлого года начали заниматься спецпроектами, как вы помните, для таких более серьезных клиентов. Там и ответственность выше, и система отчетности другая, но зато бюджет хороший. Вот. Провели, собственно, турнир по героям Visa, Почта, Банк и LG по Dogmatic, говорит Uptail. И по LG в декабре, в ноябре-декабре меня смутило. Потому что Почта, Банк был у нас в ноябре, а LG был в декабре. К сожалению, с того момента турниров новых не было, но это неудивительно, потому что рекламные бюджеты, они... Ну, тоже январь мертвый. Январь-февраль, как правило, это месяца планирования и рекламы по минимуму. Напротив, как бы ноябрь-декабрь, это самые такие жирные месяца. Вот. Хорошая новость. К нам присоединился исполнительный. Вот. Я частично часть... Ну, такие вещи, которые касаются взаимодействия с агентством, организации работы, я постепенно себя скидываю, потому что мне это не так интересно, и я периодически начинаю ошибаться. Вот. Поэтому, ребята, новые люди в команде. Спасайся! Нет! Вот. Наверняка вы со временем узнаете, кто это. Возможно, кто-то уже знает. Ну, в общем, что мы делаем сейчас? Мы пытаемся формализовать те процессы, которые проходят, кто чем занимается. Пытаемся максимально делегировать, чтобы там Витя не занимался тем, чем он не должен заниматься, например, тестированием каким-то. Короче, приводим дела в порядок, потому что, когда руководитель играет в FIFA по вечерам или, не дай бог, в PUBG, это... А контролировать надо как бы постоянно. Вот. Поэтому... ЛКГ говорит про дам инфу по новым коллегам. Да, мы передислоцировались в Discord, посоздавали. У нас сейчас спринты еженедельные. Вроде навели порядок более-менее в разных группах наших рабочих. Пообщались там с модераторами, с тестерами, с редакцией, с разработкой, со всеми-со всеми. Вот. Ну, слава богу. Потому что я не успеваю. Да и мне это не очень нравится. Следи там что-то. Вот. Это анклав. Нет, ну, аптейл. Нет, не револьвер. Там товарищи. Ну, пока решили не называть имена. Надо сначала, чтобы показали результаты, а потом вышли из сумрака. А то сейчас начнется... Вот. У нас, в общем, еженедельные спринты. Созваниваемся. Каждую неделю ставим задачи. Отмечаем, кто что делает. И разбегаемся на неделю. Вот. Тестерам привет. Дополнительный разработчик. Да, разработчики еще одного нашли. Но я думаю, что еще надо брать одного. Потому что первый не такой опытный, с одной стороны. А бюджеты есть. Вот. Мы наконец-то нашли прекрасное новое место для офиса. Потому что старое покинули, ну, вот, с января этого года. И сейчас мы ютимся у, ну, так, у Димки, у брата. Какое-то время они у нас ютились. А сейчас мы у них ютимся. Вот. И я надеюсь, что с начала следующего месяца мы заедем туда. Все в восторге от места. И все будет хорошо. Так. Рутони главный все еще. Все еще. Меня смущает, что написано, что Рутони все еще главный модерации. Такое впечатление, что его хотели сместить по формулировке. Но это не вышло. Это не я писал. Это и Витя писал. Фото и видеочет будет. Да мы постили, на самом деле, в офисной конфе. Но там те люди, которые вживую приходят. Возможно, такие вещи стоило тоже перенести куда-нибудь в Дискорд. Это не секретная информация. Тем более там... Ну, мы посмотрели несколько мест. Были ограничены некоторыми факторами. Ну, типа, местоположение, наличие нескольких интернетов, там, метраж, две комнаты, как минимум. И... Ну, не как минимум, нам две комнаты, нам больше не нужно. Вот. И было всего два варианта, и они были на четыре с минусом. А потом, абсолютно случайно, я вспомнил, что нас приглашали в гости товарищи, которые здесь в Белгороде занимаются дополненной реальностью, какими-то приложениями. Они там для диорамы что-то делали. И мы с ними на IT-кластере... Ну, в смысле, на конференции встретились. Где-то местный метап белгородский. Они там с Гудгейма двое. Причем один из них с Гудгеймом руководитель, судя по всему. Вот. И я вспомнил, что они приглашали в гости. Пришли, посмотрели. Там у них отлично все. И там как раз помещение освободилось рядышком. Вот. Так что, если все пойдет по плану, это сложно прогнозировать, потому что человек, который подписывает договоры, сейчас в теплых странах уже неделю, но я надеюсь, он не будет отдыхать еще три недели, то мы въедем, повторюсь, со следующего месяца. Продуктованная элитика и юнит экономика. Об этом говорил я на прошлом МКЛе. Или не говорил. Потому что я пишу таким образом. Так, как будто не говорил. Нет, точно говорил. Короче, Ашанчик — это варкафтер старенький. Еще с проплеем. Он долгое время занимался, собственно, не киберспортом, потому что ливнул где-то лет 10 назад и вернулся специалистом с опытом хорошим. А нам как раз такое и нужен. То есть он и в сфере разбирается, и нас помнит. И, ну, в общем, сейчас цифры, цифры измерения, эксперименты скорее всего первый будет вот на предстоящем турнире по варику. Но завтра мы это на планерочке тоже обсудим. Блин, КХЛ маркетинг. Есть люди, которые мешают работать. Итак, внимательно. КХЛ маркетинг. Если вы пропустили, почитайте новость. Она небольшая. КХЛ маркетинг — интересная тема. Вот. Я не буду пересказывать лишний раз. В общем, если коротко еще раз. Яндекс красавчик. Суд вынес, ну, частично удовлетворил требования. Апелляцию оставило решение суда неизменным. Была подготовлена жалоба, отправлена 13-го числа в кассационный суд. Уже как бы третий, третий шаг идет. Вот. И одновременно с этим, ну, после того, как мы уведомили, соответственно, юриста КХЛ маркетинга о том, что кассационную жалобу мы подаем, он предложил выплатить еще 700 тысяч за мировое соглашение, чтобы похожих ситуаций не повторялось. Вот. То есть мы выплатили штраф, ну, потому что решение суда есть. 300 тысяч. Улетело. Вот. Вы помните ситуацию, что в данный момент мы абсолютно никак не защищены с точки зрения закона. Любой человек может запустить трансляцию, неважно, какое количество зрителей, неважно, насколько быстро мы среагируем. Скриншот, даже не заверенный нотариусом, подается в суд. И по практике там 95% дел выигрышные. Вот. И чтобы такое не повторялось, предлагается добить до миллиона. Вот. Ну, я не буду показывать переписку, но я вроде вам не давал поводу усомниться. Вот. Вот такие вот реалии. Да как Твич это решил? Ну, я не знаю точную сумму, но они откупились по мировой. Официально по мировой 6 тысяч рублей, но это сделано, скорее всего, для того, чтобы не платить пошлину. И у Твича была ситуация гораздо более печальная. Это было несколько каналов с суммарным количеством просмотров где-то 60 или 70 тысяч. Вот. И они там несколько дней висели, не банились. Мировые соглашения. И, скорее всего, ну, я не буду гадать, но там было больше. Бизнес, ничего личного. Да, это просто бизнес. Они, честно, слова так больше не будут, если заплатить. Ну, там будет типа бумажка, там это все будет прописано. Но проблема не в этом. По сути, это схема. То есть не они, так другие. И если ты по принципу, ну, по судебному решению не прав, то любой правообладатель может такую тему сделать. Вот и все. Да, он предлагает нам заплатить еще 700к. Это такая завалированная угроза. Почему угроза? Он просто беспокоится, чтобы ничего такого не произошло в будущем. Представляете, насколько не скучно жить с такими вот людьми. Вот. Ну, короче, ждем. Ладно. У нас тут еще нормально. Свободным утонным перестаньте их убивать, то галактический суд. Так, что у нас здесь? Мы доработали окно доната, донат в целом. Несколько ключевых изменений. Да, кстати, там было много изменений. Появилась кнопка под плеером. Открывает модальное окно посреди страницы. В окно добавлена ссылка на ссылку в окне для того, чтобы можно было выносить куда-то, где-то давать ссылочку. Для размещения на сторонних ресурсах изменены настройки оповещения, озвучки. А, пока не забыл, друзья. Мы к началу следующего месяца постараемся уже попроводить тему с платежами автоматизированными. Вот, чтобы можно было в перспективе вводить средства не в фиксированное время, а оперативнее. Вот, там уже на финальной стадии согласование. Вот, ладно, здесь серьезно. Да, это наш мясной конь. Но он, знаете, он уже по соточке пишет, потому что одно из мнений донатов заключается в том, что теперь по рублю или по 10 рублей в чат сообщений не напишешь. Вот. Ну, чтобы не было как раз дешевых оскорблений. Сейчас он вынужден уже, как нормальный человек, по соточке, по соточке. Не, озвучки нет, потому что я не на странице канала. Так, короче, это может вообще любой стример сделать. На страницу канала заходите. Настройки. И. Короче, да, вот. Не отображать донат в чате, если пользователь не прикрепил текстовое или государственное сообщение. Ну, и, а он не может прикрепить текстовое сообщение, потому что, ну, ты ставишь порог этот. И все. То есть, если вас там спамят по рублю с нецензурной лексикой, ставьте просто галочку, определяйте минимальную сумму, и все, и будет счастье. По крайней мере, вас будет греть, что... Вот. Ну, есть разные способы поддержать. Вот он как может так и поддерживать. Изменена настройка и оповещение озвучки для стримера. Это как раз оно и есть. Вот эта фраза. Добавлена опция не отображать без текстового или голосового сообщения. И обновлен интерфейс. Ну, и серия закрытых багов по... По донату. Хорошая мысль сверху озвучили для неизвестных поднять порог донатов. Да нет, почему, зачем? Ну, это же... Это же тоже такая особенность наша есть. Есть разные люди. Они же с нами тоже несколько лет уже. И как могут, повторюсь, так и поддерживают. Так, дизайн скромненько назвал Виктор этот блок. Страница с описанием рекламных форматов. Это как раз ушки от догматика. Там требования, формализация, все дела, неважно. Шаблоны, неважно. В новостях и редакции это тоже что-то там редакция пролоббировала. Теперь можно будет саппортить понравившуюся новость. Кажется, да? Нет? Донат автору. Да, можно. Все, на редакции сэкономим. Так, ченжлог. В ченжлоге традиционно в конце трансляции... А где можно вакансию разраба глянуть? Если нет, может, кратко рассказать, как он нужен. Во-первых, нам не нужен удаленчик. Потому что самая большая проблема... Ну, у нас люди работают по удаленке. Но, как правило, либо это те, с которыми мы давно уже работаем. Либо те, которые с нами вживую поработали. И, ну, вот, например, товарищ. У нас очень хороший разраб, который сделал турнирный модуль. Данил. Он, к сожалению, перевелся в Москву. С московскими, конечно, зарплатами вообще нереально конкурировать. Конкурировать. Вот. Но продолжает там саппортить турнир по удаленке. Потому что он уже там полтора-два года у нас турнирами занимался. Квалификация у него классная и так далее. Поэтому, скорее всего, тебе не будет интересно, потому что не рассматривается удаленка. Сайт не очень простой. И времени на введение в курс дела. То есть тебе, по сути, нужен Локи под боком. И не просто Локи под боком, который... Локи, который будет отвечать на твои вопросы. Это, ну, не два разных Локи, но это два разных его состояния. И вот. Поэтому только в офисе. Только в офисе. Мэйда Фаза. Да, да, да. Он... Он испугался и убежал. Как и многие другие. Да, Гагамэн. По приложению, по вылету. Я надеялся, что мы эту штуку исправим к сегодняшней трансляции. Честно скажу. Вот. Но, к сожалению, не успел наш разраб. Есть информация о том, что такая ошибка имеется. Попытки были на этой неделе и на прошлое поправить. Но частично из-за организационных вопросов, частично из-за, не знаю, там, может, свободного времени. Этого сделать не удалось. Вот. Но про проблему знаем. Я надеюсь, что ее исправим до следующего МКЛ. Что я хотел еще? Перед финалочкой, перед финалочкой. Ну, первая проблема, которая многих порадует, это проблема с переходом через кнопку назад браузера, которая бесила очень многих. Мы знали о ней, но быстро она не решалась. И, кажется, только сегодня или вчера Паша там допиливал, допиливал, чтобы избежать. Ну, короче, исправлена она. Исправлен бак, при котором владелец Маликов не мог ставить их в другие чаты без покупки донат прямо на себя самого. Исправлена ошибка, это кажется, стримеров полетела. Исправлена ошибка на странице 404. Там, кажется, грамматическая ошибка. Изменное описание галки 18+, настройку их у стримера. Исправлена ошибка, при которой окно доната закрывало импут чата. Это безобразие. При определенном разрешении пятая колонка с клипом больше не пропадает. Тултип какой-то с избранным изменен. Может, там слово было другое. А, добавили в избранное. Типа, чтобы подписчики и избранные не было двумя разными сущностями. Об этом пользователе кто-то говорил на трансляции. Добавлен знак рубля в кнопку донат. Видимо, шрифтовый, свгшный, как обычно. Добавлен флаг Узбекистана. Класс. Орфографию поправили. Ну, тут помило. Эти задачи, они приходят от, как правило, от пользователей. А, с маленькой поддержки. Там тоже ошибка была. Орфография, точно. Что для старичков, есть ли бонусы? Ну, да. Сегодня начали с ачивок. И ачивки, по сути, это своеобразная награда за действия пользователей. В том числе будут учитываться те, ну, твои прошлые достижения. Я не уверен, что все. Что там с записями все отлично. Но какие-нибудь за выслугу лет, за приобретенные премы, за просмотренные... Кстати, часы трансляции просмотренные, кажется, у нас все еще не фиксируются. Мы их раньше фиксировали для рекомендательной системы, а потом перестали это делать. Но, да, одна из задач ачивок, это поощрить пользователей за их прошлые заслуги. Вот. Ну, ты, видимо, пропустил начало трансляции. Есть ачивки за фивы. Ну, это за полезные действия ачивки будут выдаваться, за поощрять негативные какие-то действия. Это... Их, значит, будет еще больше. Зачем мне? Я должен исправляться. Я должен меньше фуф выносить. Добрее быть к людям. Даже... Фильтр, фильтр, фильтр. Мамкам привет. Исправлена авторизация через Battle.net, но не полностью. Но не полностью. Это важное дополнение. Новый аккаунт пока нельзя создать. Хорошо. Исправлена ошибка, когда при создании анонса дата подсвечивается красным. Тоже от стримеров прилетела. Ну, от стримеров прилетела. А кто же еще анонс у нас создает? Правильно. На страницу заявки банковский счет. Да, и НН добавили. Изначально, оказывается, мы должны были указывать тоже не НН банка, а НН человека. Ну, ладно. Надеюсь, среди слушателей нет никого из налоговой, и все будет нормально. Так, помог человеку выпустить пар, чем не полезное действие, и крабика ставит сразу. Ай, молодец. Короче, если в двух словах, этот год, этот год у нас будет полон турниров самых разнообразных, на которые мы будем разными экспериментами привлекать дополнительных пользователей, ну, для того, чтобы аудиторию на сайте наращивать, пытаться. Спецпроекты будут. Я не знаю, с какими там клиентами, компаниями, но планы на этот год хорошие. Вот. Штат у нас расширяется. И, на мой взгляд, самое главное – это смена акцента с количеством на качество. То есть, с добавлением новых фичей на стабильность работы и качество этой самой работы. Вот. Поэтому движухи в этом году будет много. И самое главное – чтобы все работало хорошо. Последнее, что доделаем, такое глобальное – это ачивки. Дай бог вот 2-3 месяца и поднимем этот пласт. Мне кажется, что надо будет в определенный момент создать какую-то группу, в том числе и набрать туда, хотя тестеры есть в любом случае, для того, чтобы обсуждать, может, по формулировкам, может, по идеям. В любом случае, мы это обсудим у себя и вам инфы дадим побольше. Не хочется с этим разделом наошибаться. Вот, потому что ачивки выдаются. Как бы эта история уже тебе выдали, ее уже. Поэтому хочется, чтобы все было хорошо. Во, ачивки 25 мая, 2008 год, почти 12 лет. Да. 2008 год. Сколько сейчас зарегистрировано пользователей на ГГ? Ну, чуть больше миллиона, насколько я помню. Ну, естественно, там надо отсеивать смурфов, но мы не задавались задачей. То есть, по айдишникам там вообще 1,4 миллиона, но с определенного промежутка там начали пропускаться эти айдишники. Сейчас эту тему исправили. Ну, давно эту тему исправили. Но я думаю, что около миллиона зарегиных. Ледоколыч с приездом. Ой, как меня отчитывало-то за тебя. Что ж ты не написал? 1,3,2,0,7,6,5. Миллион триста. Ну, меньше-меньше там. Вот. Что касается ледокола. Хорошо, что подошел. Почините рестримы, пожалуйста, пишет PimX. Я к нему присоединяюсь. Постоянные проблемы с YouTube. Обрывы или вообще отсутствие старта рестрима? Я почти каждый вечер сталкиваюсь с этой проблемой. Вот. Надеюсь, ледокол привез из Омска какое-нибудь решение. А, и по второму проекту. А, и его там хотят. Ой, я же не рассказал ничего. Есть предложение собраться завтра или послезавтра? Надо в офисной конфе с сайта со мной списаться. Мне есть, что тебе рассказать. Товарищам есть, что рассказать. Тебе есть, что рассказать. Пока не забыли, надо встретиться. Вот. Давайте перейдем к комментам. Комменты. Комменты. Уже годик прошу сделать форму, которая бы влазила после отписки от стрима, чтобы юзер мог написать причину отписки. Суперважная информация для стримера. Первое, о чем подумал, это форма будет использоваться в качестве абуза. То есть, надо будет точно делать какие-то ограничения на новые аккаунты, чтобы... Ну, или не на новые аккаунты, на забаненных пользователей, потому что человек после того, как его забанят в очередной раз. Вот вчера был товарищ Грэдис, который фуфашечку, оказывается, мониторил беззастенчиво и зашел. У него там дюжина смурфов просто с нарушениями хорошими. Вот. Есть все-таки группа пользователей у нас, которая деструктивна. Вы могли по этой трансляции не понять, по донатам, что есть такие люди. Но они тоже уже взрослые, состоявшиеся, могут соточку закинуть. Но что-то, что-то есть у них такое. Вот. И я уверен, что они будут пользоваться этой функцией для того, чтобы донести супер важную информацию до стримера о причинах своей отписки. Вот. Они там подробнейшим образом все могут тебе расписать. Естественно, это не твоя аудитория, скорее всего. У тебя там лампа, все хорошо. Кто-то отписался. Ну, как так? Давай пообщаемся. Может, встретимся. Объяснишь. Вот. Но вообще тенденция всегда на подписке, а не на отписке. То есть, людей, которые добавляют в избранное, как правило, больше, чем число отписавшихся. Ну, это стандартная тема. Вот. Но товарища заплюсовали. И это настораживает. Можно записать это в идеи. У нас там в трейла, кстати, порядка стало больше. Ну, ладно. Хорошая тема. То есть, для начинающих стримеров это вообще классная штука. Потому что... Ну, или стримеров, которых, может быть, пока не так много аудитории, они пытаются понять, а что же лучше сделать. Потому что... Ну, потому что нет обратной связи никакой. То есть, ты можешь только предполагать о причинах, почему человек зашел и почему он ушел с трансляции. Ты, кстати, отсекаешь огромное количество людей. Те, кто подписался, добавил тебя в избранное, они... Ну, это очень небольшой процент относительно тех, кто просто зашел к тебе на стрим, посмотрел и ушел. Вот. Но просить, объяснить человека, почему он ушел с этого канала, просто это будет такое, но и... Опционально, чтобы стримеры могли включать. Да, вот это как раз тема с усложнением, о которой я говорил в начале трансляции. Новые фичи... У нас их много вообще. Если посмотреть, там какой-нибудь запланированный столбец, да, или то, что отложено в долгий ящик, там этих фичей тут далеко не все. Очень много. Вот. Идей всегда больше, чем... И всегда больше, чем нужно их реализовывать. Поверьте, где-нибудь ссылка на избранный канал, так там есть нано, ссылки нигде нет, мне подсказали случайно. Ой, я не знал. Ничего по себе. О, Соколик стримит? И самое прикольное... Ферст. Так. Что самое прикольное? ФПП. Так. И там типа чуваки скриншот запостили, говорят, и вы говорите, ФПП в читаки не играют. О, да. Да даже про... У меня почему-то чат не загружается вообще. Подлагивает. Результат, да? Стрим подлагнул, чат не загружается. Ну вот, я как бы донный, да, но у меня было что-то типа 70. Так, ладно, это надолго. Раньше был классный плюсик и минус. Нифига не... Нифига не не значил, но отсекал часть, которая желает выразить недовольство. Он о другом говорит. Он хочет конкретную причину узнать, почему человек ливнул со стрима. В общем, идея хорошая, но нужно думать над реализацией, нужно думать о целесообразности вообще реализации. Почините рестримы, плюсую еще разок. Не знаю, бака или нет, но стоит в это писаться. Не могу поменять игру на Kings Bounty, Crossroads или другую часть. Есть вариант только выбора Kings Bounty. Причем, если вбиваешь Bounty. Может, там с Апостровом какая-то беда. Но Kings Bounty много всяких дополнений. И, возможно, специально не все добавлены, чтобы там мусора не было. Ну, в смысле мусора. Короче, для большинства зрителей разницы нет, что это там принцесса в доспехе, перекрестки миров, или там какой-то Эдон был с демонами, не знаю. Короче, это не такая большая проблема. У нас есть, тем не менее, система, которая подтягивает название игр с какого-то открытой пополняемой базы постоянно. У нас есть раздел админский, который позволяет менеджерить игры, загружать к ним постеры, загружать к ним описания, группировать, определять жанры, группировать и так далее. Там тоже оверкилов. Ну, в смысле, очень большой раздел. Но нужный, соответственно, это позволило сделать и страницы по играм, страницы по жанрам правильно. Ну, в общем, это понятное дело, что игры нужны. Если стример рестрими другого стримера, при старте своего стрима это тоже записано в рестриимах по фиксам. Рестриимы все еще у нас находятся в бета-профиле, то бишь являются той фичой, которая не подключена на всех, так же, как, вот, ретрансляции, так же, как и стримы 2.0, так же, как и низкая задержка. Вот одной из причин перехода к полировке является вытаскивание, в том числе, тех фичей, доработка тех фичей, которые отложены были по причине нехватки времени. Вот. Их тоже нужно вытаскивать. Новый форум уже выкачан почти на всех. Ну, тут, скорее всего, на всех. Вот 906 тысяч — это количество зарегистрированных пользователей на сайте. Вот. И тем не менее, по какой-то причине, может быть, забыли выкинуть. Ну, просто потому что руки не доходят. Времени нет. Вот. Поэтому новые разработчики, смена приоритета на допиливание текущего, без добавления нового — это вот наши планы. Так. Да, нужно прожимать F5. Я, кстати, сам с этим сталкиваюсь, потому что в рестримлю регулярно там Пепа, который в Long War осилить пытается. Сегодня начал 16 трай. Ой. Вот. Соколика, собственно, сейчас рестримлю. Ну, рестримил. Вот. Для начинающих стримеров планируются какие-то средства продвижения. Была пара задач полезных для начинающих стримеров. Вот. Но они пока тоже отложены в долгий ящик. Вот. Сейчас для того, чтобы привлечь новую аудиторию, мы постараемся сконцентрироваться на проведении турниров. Совместно с какими-то там партнерами. Хорошие призовые, хороший информационный охват, все дела. Это первое. Второе. Проведение экспериментов по привлечению. Ну, юнит экономика, действия, там всякие lifetime value. В общем, экономика вот эта вот пользовательская, так скажем. И эксперименты с разными источниками трафика. То есть этим, по крайней мере, начали заниматься люди, которые разбираются в вопросе. Это радует. Вот. Так. Вот у Строга был комментарий, точнее он не был, он есть. Я принадлежу к той когорте зрителей, категории, что не покупает подписки, но при этом донатит отдельным стримерам. Например, у тебя, Миша, уже почти получил царский статус. Возможно, уже такое предлагали, ты выдал тому человеку фыву, но я не в курсе, поэтому рискну. Смело. Можно ли придумать какую-то механику, чтобы за накопление определенной суммы доната конкретному стримеру за некий период выдавать прям на канал этого стримера на какой-то период? Это, на мой взгляд, прекрасно ложится в какой-нибудь из ачивок просто. То есть, в определенные суммы доната, определенная ачивка, и тебе в качестве не компенсации, а в качестве бонуса приятного выдают еще прям на этот канал. То есть, это как раз идея поощрения при получении ачивки. Ни для кого не секрет, что ГГ – это большое село, и зачастую одни и те же зрители смотрят разных стримеров, пересекаются в чатике. Да, половина чатиков на этом МКЛ пересекались в других чатах. Да. У большинства пользователей эти стримы и закладка. Да, это удобно. Почему мне сделать рекламный блог стримов, расположить его, видимо, блог все-таки, расположить его в районе закладок, основное закладок, большинство пользователей? Так это тот же самый топ стримеров у тебя получится. Люди, которые больше всего смотрят, как правило, имеют большее количество подписчиков в избранное. Тут у тебя мысль пошла в интересном направлении серии «Что смотрят люди, которым неинтересны», так скажем. Ну, то есть, мои друзья. И вот мы, друзья – это тоже, кстати, тема, которая, видимо, будет отложена. Ну, то есть, ты заходишь на сайт и видишь свой френд-лист, видишь, кто кого смотрит. И ты уже можешь определить, куда ты пойдешь, потому что зачастую ты выбираешь, кого смотреть, в том числе и по тому, где находятся знакомые тебе люди, потому что с ними, ну, общаться интересно. Вот, а ты так выбираешь стримера, как правило, знакомого, предполагая, что там может быть интересно, смотришь список пользователей или в чатике последние сообщения, выискивая знакомые никнеймы. Вот, и после этого принимаешь решение общаться, не общаться. А если у тебя будет какой-то френд-лист с информацией о том, чем занимаются пользователи на ГГ, вот, то, конечно, будет значительно проще. Может быть, присоединиться к обсуждению чего-то в теме или прочитать какую-то новость, которую он читает сейчас. Это старая тема, которая была реализована еще на белом сайте в 2009 году. Вот. И у нас, безусловно, есть задача по друзьям, причем, скорее всего, какая-то расписанная уже со всеми этими. Я же не из головы это беру, ну, то есть из головы, но это уже где-то зафиксировано. Вот. Но для этого нужно время. Спасибо, Abtale. Также просьба добавить черный список для форума и комментариев к новостям, чтобы я видел, не видел тему конкретного человека из списка. Плашку вы предпочли скрыть контент от пользователя. Это расширение функции черного списка, видимо. Сейчас фильтруется только сообщение в чате, насколько я понимаю. Это тоже такое усложнение. Меня больше интересуют какие-то либо исправления текущих неудобств, либо задачи, которые не потребуют сильного вложения по времени. Вот. С такой мыслью надо подходить по возможности. Ну вот, если у вас нет предложений каких-либо, не переживайте. Мы, во-первых, за это время накопили уже приличное количество задач. И, короче, есть чем, что делать в ближайшее время. Но, тем не менее. Так, здравствуйте. Помимо важнейшего вопроса о том, когда Хельки выдадут слоты, я не знаю, в нескольких вещах, не рассматривать ли возможность сделать режим невидимости для зрителей, запретом писать в чат, чтобы тролли не обузили? Некоторые стримеры отслеживают текущих зрителей в чате и начинают разговаривать с людьми, которые просто сидят в чате, но не хотят общаться. Ой, мы в свое время рассматривали тему для того, чтобы как раз помогать стримерам, у которых там 0.1.2 зрители, хотели сделать именно такую штуку, по умолчанию включенную. То есть, если кто-то заходит на страницу канала, сразу об этом идет сообщение в чате. Вот, но тут же, естественно, это было встречено аргументом, что надо срочно будет делать такой мод, чтобы тебя не было видно, потому что, ну, зашел, например, там колесе булетки и все, а потом тебя жена встречает вечером с вопросом, с немым укором в глазах. Баста, тебе открыть дверь, сидит, ждет. Ты такая терпеливая кошка, умница. Я открою. Все, папка понял. Прости, прости. Пойдем скорее. Пойдем, да, мяу, мяу. Ой, какая молодец, благодарная кошка. Давай, иди скорее. Как же она меня любит, а? Ой, как же она меня любит. Вот, ну, начинающим стримерам это помогает как раз вот, ну, как-то удерживать тех людей, которые пришли, начинать с ними общаться, потому что ты сидишь, играешь, не понимаешь вообще, есть кто-то здесь или с кем ты разговариваешь. Вот, в этом плане, конечно, если есть вот такой полный чат пек, значительно проще. Раз фокус на вебке? Раз фокус, два фокуса. Три фокуса. Раз, такой дикий, раз фокус. И он не возвращается. Все, фокус готов. Минус сто, говорит Ничкина. Ничкина поддержал канал, говорит, всем привет, у меня чат, че-то чат не прогружает. Я думал, это у меня проблема. На этом Ильдар на связи, я надеюсь, что увидит. Так, уже в который раз хочется спросить, решается ли как-то проблема длинного хвоста или вот, блин, что за хвост? Чей хвост? Напомни, пожалуйста. Хочется спросить, в который раз хочется спросить. Ну, видимо, в этот раз он решился спросить. Длинный хвост. Я решил сейчас проблему с длинным хвостом, конкретным длинным хвостом. Планируется добавить возможность репортить зрителей, просто челайка в чате за спам. Ну, это можно делать сейчас из профиля. Вот, пожаловаться на... Кстати, Витя мог не перенести это в новый профиль. Не перенес. А я даже не вижу в текущей версии, это где. У нас нет жалобы на профиль. Была же. Ладно, неважно. То есть, maybe gg4 в профиль включен. У меня включен только на тестовом серваке. Так, эта проблема наблюдается и на рейс-стриме. И его техподдержка стала, что проблема ютуба и русских серверов. В принципе, не соврали. Так, если выставить европейский сервер, то проблема пропадет. Но на евросерваках... Я помню, Эльдар несколько раз менял адреса, на которые идет трансляция. Но... Я понял. Может, это наутку пользователям выдать, вбивать адрес ютубовский вручную. Ошибок количества увеличится. Или дать на выбор. Я не знаю, насколько там много этих серваков. Здравствуй, Ледыч. Привет. А, тебя не слышно. А у тебя микрофон не включен. Эльдар врывается. Он только что приехал из Омска. Алло. Алло. Да, я просто микрофон подключал. Да, логично. Сначала заходишь, потом микрофон подключаешь. Все правильно. Да, да. Не, просто пока там тема обсуждается. Так, а ты далеко от микрофона. А где микрофон твой? Микрофон вот-вот. Вот, видишь, уже лучше. Короче, по ютубу я смотрел на это дело. Долго смотрел. В общем, он в моменты, когда падает рестрим, то есть на новых рестримах есть такая штука, как авторестарт. Если вдруг рестрим упал, то он у тебя рестартует. То есть это прекрасно работает с свитчем, это прекрасно работает с гудгеймом, я это не один раз проверял. Но с ютубом он не рвет коннект. Коннект остается подключенным, он продолжает принимать что-то на себя, но перестает просто показывать. Соответственно, таким образом я не могу узнать, что стрима нету. Каким образом это узнавать, я не знаю. Но по поводу того, что европейские сервера, это нормальная наводка. Можно будет просто принудительно на Европу посылать, наверное. Вот. Посмотрим в этом направлении. Отлично. Ну ты как отдохнул? У вас там снег был хоть? Ой, снега, ну там, где его не убираем, я же там в доме живу, в частном. И там, соответственно, дорожки чистишь, а в основных местах не убираешь снег. И там выше колена снега было. То есть, наступаешь, а ты проваливаешься в снег. Хорошо. Ну у нас только сегодня выпал, так что. Да, я заметил. Привез нам снега, мороза. Да, спасибо. Ну смотри, там в офисный можно прикинуть завтра-послезавтра. Витя предлагал сегодня пересечься, обсудить на свежую голову. А, и завтра же созвон еще в 12 у нас. Обрати внимание. Ага. Вот. Еще что-нибудь расскажешь. Интересно. Да, в общем-то, вроде все, что хотел, я сказал по поводу того, что я делал, я отчитывался перед директором. Ну да, уже можно так меня подкалывать. Так, что он? Ну ничего, он говорил, что... Ты молодец? Ну, слишком много времени на Глебовский проект трачу, но в целом, говорит, что-то сделал, но я не понимаю, что вот. Ага. Ну по Глебовскому я отправил еще Паше вопрос. Он, наверное, тебе тоже пересылал. Он мне его переслал, да, я ответил на него. Хорошо. Хорошо. Я же 10 минут. Отлично. Ну там, ты знаешь, уже пошел тоже процесс. Все хорошо. Да, хорошо. Ладно, давай. Давай, спасибо, Эльдор, ради тебя слышать был. Блин, вернулся, вернулся. Добрый вечер, будет ли сегодня Фуфа? Да, скорее всего будет Фуфа. Так. Короче, во-первых, большое спасибо Глену за наводку, потому что действительно похоже, что это проблема коннекта. Ну и плюс такая вот интересная особенность, о которой Эльдор сказал относительно того, как себя ведет YouTube после проблем с коннектом. Так, на... О, мистер Тролл опишет. На порнохабе есть ачивки, они ни разу не усложняют или перегружают интерфейс. Ну, мы ачивки в любом случае делаем. И надо внимательно, я постараюсь завтра поднять этот вопрос на созвоне еженедельном относительно изучения детального, реализации ачивок на упомянутом тобой ресурсе. Вот. Есть у нас выходные для изучения. Вот. Интересно, интересно. Ориентированно. У стримера Глена написала выше про YouTube, европейский сериал пропал выбор качества на стриме, жаль, нет возможности смотреть на исходы только на высоком. Да, я... Ну, во-первых, топ-стоп меняется стримеров. И где-то три дня назад я зашел к некоторым стримерам и поубирал у них премиум, ориентировался на рейтинг, ну, это там в третьей, в четвертой сотне. И самое главное, на количество активных подписок. И все те товарищи, у которых был убран прем, они все с нулем. То есть у них нет подписчиков. Это дает возможность просто выдать прям стримерам, которые подтянулись. Вот. Ну и плюс снижает нагрузку еще. Так. Не покладая ру, говорит. Фибоначчи, говорит, уже изучено. Отчитался такой. Молодец. Вы же не думали, что они вас будут... Так, вы же не думали, что они вас будут доить, пока вы не помрете. Именно поэтому вести дела в белую, значит, всегда быть дуракомник. Какой сложность в том, чтобы обработать через офшорные счета, чтобы с вас вообще ничего было взыскать. Да, ну, конечно, задним умом все молодцы. Забегая вперед, скажу, что зарубежные компании не избавят себя от риска блокировки на территории России, потому что неважно, где компании зарегистрированы, решается это в другом порядке. Вот, через Роскомнадзор и так далее. Но с точки зрения взыскания, ты прав. И в том числе в течение года у нас будут изменения в структуре, которые... Ну, там, серия правильных шагов, которые, по крайней мере, усложнят жизнь тем, кто будет пытаться вот так действовать. Так, я покороче, хороших новостей по приложению у вас не будет. Не сегодня, к сожалению. Но я надеюсь, что в следующую неделю-две мы выпустим нужный фикс, который поправит вылеты на части. Так, что там с КХЛ ты уже рассказал? Да, Рурба, спасибо тебе за соточку. Они предлагают заплатить еще 700 тысяч для того, чтобы похожих ситуаций не повторялось. То есть, ну, понятное дело, что можно повторить такую ситуацию. Любой может. Вот, Вася, они. И, понятное дело, что с максимальной вероятностью, вне зависимости от скорости нашей реакции, это дойдет до суда, и это, скорее всего, снова признает нас виновными. Но у меня нет особого желания 700 тысяч выплачивать. Вот. Тем более, что эта принципиальная ситуация не изменит. Ну, хорошо, с ними мировое. А сколько еще правообладателей, которые могут так сделать? Поэтому касаться и добиваться, пытаться справедливости. Только так. Лол, отличное предложение. Но я еле сдержался, чтобы тут же не перевести средства. Тем более, что реквизиты-то у меня уже были. Поэтому, там, клик. СМС-очку ввел и все отправил. Что за вымогательство? Ну, такие вот есть люди. Так. Так, на андроиде у меня при сворачивании стримов приложение отрубает сенсорное управление основной области экрана. Пашкин, то же самое. Сделать репорт по андроидовскому приложению все еще делается апдейт, так же, как с иосом. Но процесс идет. Все в порядке. Вот. Просто возьми и зарепорт это через приложение. Уведомления о начале стрима все еще задержка приходит. Хоть и в последнее время не так критично. Но 5 минут позже, в 2020-м, это уже переборы. Похоже на большие каналы, потенциально с большой задержкой. Я допускаю, что очередь обрабатывается недостаточно быстро. Мне там вообще моментально приходит. Потому что, видимо, там по идишникам это происходит. В позапрошлом месяце у нас была проблема с тем, что мы в Майловский спам-фильтр попали. И долгое время Паша пытался из него и в результате выбрался из него. То есть письма сейчас отправляются исправно и доставляются, самое главное, исправно. Но вот во времени доставки это... По-хорошему, там надо тоже каким-то макаром это замерять. Насколько быстро опустошается очередь. Потому что если канал крупный, там, не знаю, 20 тысяч подписчиков, то допускаю, что это занимает какое-то время. Для того, чтобы решить эту проблему, мы, насколько я помню, делали разные приоритеты в отправке писем. Но письма с анонсом трансляции являются не приоритетными. Приоритетные письма — это регистрация, восстановление пароля, там, какие-то немногочисленные, но важные вещи, которые должны прилетать быстро. Но в любом случае надо посмотреть, за сколько обрабатывается очередь. По-хорошему. По-хорошему. Было бы классно, если уведомления были нормальнее, отформатированные, но на HTML программ. Отформатирование для, но на HTML программ. Наоборот, мы оформление в кои-то веки сделали хорошее. Большинство почтовиков их съедают нормально. Уведомление о переносе указывает старое время переносе, но на хорошие темы. Редактор клипа, форма для названия клипа начинает часто баговать, если начинаешь править отдельным буквам слова, которые выделяешь для этого. Тоже хорошая тема, надо перепроверить. Ну вот, подобного рода замечания, которые, с одной стороны, вроде как не требуют много времени на исправление, но реально могут подбешивать. Они нам и нужны. Спасибо, TechDev. Так, баг. Я почему-то не могу написать в чатике на стриме миксера, пишет Эмадга, которого забанили пару дней назад на Пафыве. Единственный бан Эмадга. У него там подписки, донаты. Ну вот, попал под горячую руку. Аляда Гранда пишет. Миш, привет, обновите, пожалуйста, GoodDame Player, который в Microsoft Store выложен. Конкретно сейчас чат там не работает при смене пароля. Там... Ой, кстати, это... Это Ильдаровский плеер или нет? Ильдаков, это тот, который ты делал или что-то другое? По Android TV есть какая-то надежда. Ну, для Samsung выкатили, для LG вроде как нет. Но надо у товарища тоже поинтересоваться. Это хорошие вы накидываете моменты. Вот как раз... Был товарищ, сделал приложение неплохое. Для Samsung я поставил. Удивительно, все работает. Отправил он там на... А, для Android TV я перепутал Android TV со Smart TV. Вот дурачок. Миша. Извините. По Android TV не знаю. Вообще ничего не знаю. В MicroStory приложение Stray лежит. Одно из двух. М-м-м. Нет. Это не Ильдаровский, я понял. Так, ну, Stray можно узнать. Он вроде бы еще в тестерах. Он расстроился, правда, резонно, учитывая то, что мы долгое время не имели возможности исправлять. Он очень хороший тестер. Ну, и разработка вроде неплохой. Но он от MQL, от MQL писал темы, которые мы не могли исправить. Опять же, исходя из того, что набирали новых, набирали новые функции и пилили их. Ну, и, соответственно, пропал, насколько я понимаю, вообще мотив какой-то, видя, что это не исправляется. Поэтому еще раз возвращаемся к изменению концепции. Будет ли ачивка до 10 советов Майкеру получить годичную FVU по акции? Миш, привет. Добавьте в Android приложение управление с пультом. Просили уже, кстати, неоднократно. Для медиа-приставок. Неудобно AirMouse по экрану. Блин, классные. Узнаю, насколько сложно. Посмотрим, что можно сделать. Нигде не найти пока Android приложение. Ну, наверняка выкладывалось теми на форуме, но, да, нужно придумать место более логичное. Вот. Под Android, возможно, будет, пишет Витя, главное, чтобы было время. Времени всегда не хватает. Но сейчас у нас ресурсов больше. И надо, короче, брать и одного, и второго дополнительного разраба. Надо брать. Надо брать. Место есть. Вроде ресурсы есть. Бак со вкладкой событий. Клацаешь по одному, кнопку удалить, и удаляются сразу все. Ну, лента, на самом деле, мы туда тоже давно не заглядывали. И, видимо, к ачивкам нам придется хотя бы минимальный порядок там навести. Потому что, насколько я понимаю, ачивки будут падать в ленту. Вот. Ну, по крайней мере, уведомлениями, но, скорее всего, в ленте тоже будут фиксироваться. По ленте тоже изменения напрашиваются. Витя, наверное, тоже сейчас кивает, сидит. Вот. Но в целом, в целом хорошо. Будет очень интересный год. Вы еще можете в комментариях оставлять сообщения сегодня, завтра, до понедельника, спокойно. Потому что только в понедельник будем обсуждать и конвертировать вот эти вот штуки в... Ну, либо в документы переносить, либо в задачи переносить. Короче, обрабатывать каким-то макаром. Поэтому новость еще какое-то время будет на главной странице закреплена. И вы сможете позаходить. Возврат средств. Good meme, good emotions. Вышел 33-й. Ладно. Неактуальная уже оценка, значительно меньше. Короче, если заходите, регистрируйтесь на турниры. Турниров стало больше. В году будет еще больше турниров и с хорошими партнерами, я надеюсь. Команда у нас разрастается. Скажи нет новому функционалу. Скажи да, хорошо работающему сайту. В общем, планы такие. А теперь, вы понимаете, мы идем на какой классный шлеммак. Посмотрите. В эпохе империи. Просто, это же свгшный шлеммак. Его же можно зумить до посинения. О, Женька. Интересно, я смогу дозумить? Ай, тут камень такая. Вот он. Вау. Вау. СВГ, ребята, смотрите. Красота. Да ладно. Поехали. Я на всякий случай стопану сейчас локальную запись. Рурба говорит, прикольно было бы при данных получать маленький манибэк на АГГ кошель. Ооо. Да, это хорошая тема. Даешь кэшбэк, ГГ рублями на АГГ кошелер. На самом деле, да, это вполне возможно. Ну, потому что, с одной стороны, это те средства, которые остаются все равно внутри проекта и каким-то макаром будут потрачены. Ну, либо выведены от тысячи рублей, но, скорее всего, потрачены. Плюс это приятный такой бонус. Кэшбэк на карту пятерочки. Так, я хотел остановить запись.